всем привет с вами александр мы продолжаем играть метро исход мы нашли местную аборигенку которая нам должна показать где находится секретная база вместе с разведкартами вот мы за ней идем при том я первый раз игру загрузил ее рядом не было и такой а куда идти то но в этот раз она вроде появилась поэтому не сохраняйтесь когда вы только спустились а потому что она может пропасть а что конечно разовый случай был теперь она с нами господи только не надо пауков а патит меня пауков я и боюсь так нам фонарик зарядить перед таким делом он так уже на полный пути блин а сжигалку наверно чтобы она сразу горела красная лампочка не нравится мне тех темные темные коридоры нажать может и нет собрать можно так электричество не включить надо я ворот открывать на голод говори громче слышите а чара ценит нормальный пес оранжи есть интересно сколько это динамо машина может запитать 1 на 220 выдает за два качка такой эффективный способ электричество то добывать а вот бы нам такой сейчас нам поколдует и сразу все откроется потому что эти штуки ой господи пауки сраны ну стопудняк какой-нибудь гигантский паук будет в конце они просто же так про не сказали потом налево там проход есть пуска я за электричеством слышно налево ясно понятно не нравится мне эти звуки там внизу по моему ко мне кто ползет да пауки большие но я буду смелым еще не буду пугаться блин сраны скорпионы они света похоже боятся такие пауки не скорпионы но нам от этого не сильно то лечь а есть стопы тянут со спины заходить у нас фонарика там нет туда можно попасть думаю да осталось только подъем найти допустим если запрыгнуть от отсюда попробовать ну что респе зажигалки не запрыгивает уж типа тупо высоко залез хорошо что я вместе с этой паутины не горю у нас похоже на штуку которым нужно электричество зарядить где нет она вся пыли не работает а лифт тоже пока не пашет но возможно нам потом он будет включить как-то бесконтре бесполезно наверно смотреть локациях она обычно не работает зажигалку лучше не выключать попробуй туда пройти куда-нибудь или отсюда допрыгнуть отсюда собственно говоря никуда не допрыгнешь мне кажется единственный правильный путь надо наверно где-то электричество включить но здесь типа паутина и ничего не работает и она как бы не активная других щитков нету типа ручка она не работает есть то же самое до поднели вообще сломана там и дали сверху выломала было так нашу ой господи сраны пауки уберись от меня сволочи фула на вижу пошли искать рычаг который запустит здесь электричество а так что раздавил паука а как их там под ногами не такой страшный где же она может быть ты не как-то типа от электричества то может помирает он прям не совсем разлагаться по мне по моему кто-то ползет нет это кто мелкий бегает здесь завалено в принципе пройти то можно сначала это не заметил я притворяюсь что по моей руке ничего не проползло только что я была также отвратительно как и всегда мне нравится мне то звук надеюсь никуда не провалюсь я хороший пульт желтка не работает игра намекает что мне туда нельзя до как туда много пауков полезу ясно понятно они боятся света и сразу сваливают я же мечет отстрелил как он вообще бегать после этого может патрон на них тратить здесь это считается светом а я пока таких можно приманивать легко выключать цвет куда-то он там сбоку прибежал живучие они однако не просто дробовик простит неэффективен у дробовики против любых монстров эффективно если так-то может поджигать надо да и смотрю куда лучше зашло если туда попасть нельзя пробуем отсюда бы конечно зажигалка идти мне кажется тут у надо было пройти потому что там явно подъем наверх есть паутина на самом деле ничего не делает кроме того что по мне пауки начинает влазить главная проблема том что она меня типа замедляет то же самое по себе не очень-то страшно так кто-то слышу я топот где-то непонятный блин эта игра даст пересраться хоть кому на самом деле а еще в наушниках в темноте вообще прям я готов к любым приключениям не знаю падать в эту дурку нет но она прям посреди прохода как бы намекает залезть меня и то что до этого то мы как раз такие штуки-то и лазер блин где запись до суда и надо было лучше рваный где ты не успел заделать проблем то что эти огненные пульки мне не вечно достаточно быстро скончатся поэтому мы конечно любим это все дело но будем поаккуратнее стреляя по одной не очередет и же рычаг это место абориген кота умная сюда не ходит так это наступил что замедлился а это паутина была зажигалка не зацепила хорошо мне вечные судя по всему газ зажигалки она не кончится так слышите опять это бегает наверно было бы прикольно в игру играть с пятиканальным звуком типа настоящим пятиканальным звуком они то фигню которые обычно выдают за него кстати откуда такие компьютеры начали 90-х разве были такие я так понимаю война произошла еще во времена ссср а это так мы сейчас типа у них 23 или какой прошло уже сколько 20 30 лет с начала войны хотя датки монитор уже пыль не кажется нам суда все сзади на некую тварь нападет у нас все враги я отслышал для меня ничего хорошего правда не значит а так подождите я уже ведь на базе по карты забирать ведь это думал это будет наша финальная цель на скорее всего опять будет забавно если она опять похитят там атаки дам обиде и вечно качетом сдохнуто фильтр что ли кончится а быть каску починить когда вернемся а то побитая малость мужиком завалили смерть не очень то естественно у него было еще можно забрать магнитила фончик надо послушать да блин странный путь и насколько можно вентиляция его пока вытягивает справляется но что если снова свет отрубится и тряхнет еще разом и трещины машины отрубятся я Викторовичу доложил, а он в своем репеттуаре сидит у себя в командирском кабинете мухарает и толпычит одно и то же не разводит панику, придерживаться директивы 0-1 да, но же я не знаю, что тут делают так, я тут был или я его пропустил, хоть не помню никакой лестнице так, опять где-то маленькие противные ножки бегут сзади чем ниже спускаешься обычно, тем труднее наверх выбираться если там конечно лифта какого-нибудь не будет, а он скорее всего будет потому что помните, мы там в начале проходили, лифт был куда я, ой блин, запрыгнул и даже пауки по мне после этого не полезут, ведь они так любят это делать артем, я попробую открыть нижний уровень я вот там вижу, что-то шевелится вот оно, открываю системы лентиляции работают в данном режиме, всем действовать согласно инструкции проблем только в том, что у меня противогаза там минут на 15 было, а я уже здесь хожу достаточно давно либо не закончился он неожиданно ну прям бункер или фоллаут на самом деле метро, это куда лучше фоллаут, чем сам фоллаут его немножко доработать, в том плане, что диалоги ввести квесты, ну хотя квесты и так нормальные тут уже как бы все есть я на самом деле вот до этой игры не особенно был фанатом метро ну то есть как, ну типа нормальные игры про Россию, а это мне прям реально нравится поэтому следующую часть я буду ждать тут конечно анимации кривые местами, но в целом-то придираться-то ни к чему вы думаете туда надо пойти это большие ножки топают, это не маленький паук так сортира быстро они бегают однако еще место такое открытое с двух сторон экипы приходи ко мне когда хочешь, я открыто для тебя из плохих новостей это тупиковая ветка, ну хотя логично, это весь сортир, сортир обычно проходов никуда нету Артем, связь рвется, ты слишком глубоко, но есть одна идея выкладывай мне кажется я уже пришел куда надо, учитывая что такой вход незаметный малость был смежное помещение и должна быть вентиляция какая-нибудь а это типа вещи мамы ой, Виталий зажглась эта свечка когда я сжигалку поднес так, что там у меня с зарядкой ну кстати не так уж и медленно садится то я видимо не часто заряжал его так, архив, вентиляция ну кстати может и кстати не та зона, отсюда может правда трудно попасть но тут видимо просто вот эта была часть, она ли снимков окей это архив наверно сюда можно пролезть это был бы слишком хорошо если туда можно было пролезть это у нас наверное архив закрытая зона теперь смежное помещение смежное помещение это вот теперь тогда ищу вентиляцию вот типа дырка в стене как туда залезло только ну что типа из зажигалки нет наверно не так вообще технически это тоже смежное помещение это кстати такая же дырка в стене ой блин я понял что это за дырки отсюда пауки лезут валите нахрен мне хорошо сообразил а то у меня прям на спину вывлез вот отстой то а фу гадство понятно почему туда пролезть не мог так вот и вентиляция видим которым нам надо попасть насрать это не моя рука это его рука особенно как они гадость сзади вылезет ну может я не угадал так и долго он будет гореть в узком помещении пауки еще страшнее тут-то убежать некуда если что уже конечно по кругу прошелся я как бы ведет меня здесь как бы пробиты все равно вот эти вентиляции но в целом и через ниже все равно пройти не могу если только вот такого прямого коридора нет скорее всего уже архив 2010 и с и с Продолжение следует... Не надо радоваться, мы еще не ушлятся, а гигантские поки не дремлят. Я вас все еще жду. Великий генерал, ну блин, получается последняя запись была в 19-м году. То есть они достаточно долго притянули. Чтоб тут такое валялось. А вот, последние приказы. Я славыгаюсь себе с полномочия. Мам, смотри, я нарисовала! Ха-ха, кто это пришел? Это я, я нарисовала! Вот! Ха-ха, какая ты молодец! Наши научные сотрудники Акимова. Тут серьезное совещание. Заберите ребенка. Пойдем, Юль. Нельзя сюда, пойдем. Там все покажешь. Пока мы ждем. Прошу обратить внимание на территорию противника. Здесь и вот здесь. Мы явно видим электрическое освещение. Если бы не директива 0-1, если бы была хоть какая-то связь, нам следовало бы немедленно передать эти координаты для нанесения контрольного удара. Летите я сюда пришел. Это еще билет в один конец. Так, это опять архив. Так, назад-то я вряд ли смогу там пролезть. Сто поднягде-нибудь выход должен быть. Скорее всего, как раз клифту, который ведет наверх. А, ну, кстати, вот ручка. Не заметил. Сзади маленькие ножки, а я готов. А, у меня патрончики кончились. Не, они просто живучие. Поэтому дробовиков убить не мог. Не, в упор стреляю, не дохнет. Может, что-то нельзя так убить, на самом деле. Только светом. Ну, или огнем. И, ну, у меня есть, конечно, это... Сжигательная смесь, скажем так. Ну, и не то, чтобы много. Только патрон на них тратить. Так, сортир. Здесь уже вроде как были. Так, значит, пришел я отсюда. Значит, вход где-то здесь, по-игде, должен быть. Блин, это я по кругу прошел. Я, конечно, там и рванул. Опять они. У меня на них гранат не хватит. Может, их и не надо убивать, скорее отгонять. Ах! 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 Чуваки, у меня последний остался. Может, хватит, а? Все самое стремное. Я даже не знаю, куда мне идти. Тут темно, и никто не видать. Да я то, что долго не протяжусь, все потратил, что было. Это мне еще повезло, что я прокачал себе вот эту в биматику, чтобы она сжигателями стреляла. То вообще бы не отбился. Врубай свет, лифт уже не нужен. Все? Нет у меня больше коктейля молотого. Электричество почти вышло. Скоро совсем жив. Артем Дюль, уходим. Пока есть свет, они не бросятся. Бегом марш! Он сейчас топотник потухнет, когда в середине будет. Ой, господи. Они же света боятся. Или здесь это какой-то бесстрашный. У него рожа другого цвета. Вот бы сейчас, блин, гранату не стянуть, а? Хотя, что мне мешает, на самом деле? Ладно, уже не успею. Так что осталось отвезти к полковнику на фазу. Кстати, как бы эту я пригнал? Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мама говорила, его много чинило. И остальное тоже. Ты, Прагмет, спасибо тебе, Артем. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Вы очень везучи. Мунай Байлер много поход ушел. Почти весь. Если Артем был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунай Байлер, это по-русски получается, нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как и ты рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там в дорогах порт как готов. А, не только нахуй, где-то там. Свяжите. Дороги, что я нашла, как не везет. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаешь, что полезно, я сразу свяжусь с базой. Гюль, скажи, как получилось, что эти не заправляют этот барон? Мой народ сам выбирал свой судьба. Как это сам? Сами врагу пофигу. Сам, сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, посчитал священное пламя. Он тоже согласился? Но тогда ведь у них и выбора не было. Сражался был выбор. Сражался и умирал, но не ставал рад. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Ха! Для барон меня один хватит. Ну, убьешь ты его. А дальше? Барон мертвый будет? Тогда буду продальше думать. Тоже верно. Иди, Артем. Удачи пожелать. Ну, пошли. Давай, Артем. Почти поговорим. Давай, Артем. Хороший проводит. Катись отсюда, да, Артем. О, блин, еще и ночь. Так, я бы съедил к поезду. Мне, во-первых, надо восстановиться. Все. Ваша, это Анна. Черно с ней с ног. Я рядом с ботом. Лежу за основной дорогой. Активность не чистит. Пока ничего особенного, но лишний троп будет помешал. Всем плохо! Парон говорит! Всем плохо! Парон говорит! Так, братва! Перетер я по радиусу паханом этих гастролеров с поезда. И вот даже не знаю, что их задать. Короче, пахан этот настоящий пахан. Ага. И прихочу сюда не просто так, а поважному заданию верховного командования. Что-то задание, правда, сейчас не колется. С контом всекрепное оно. Но, но, мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда этот полковник пожаловал при верховном из Москвы? Ах, давно так держал, да? Это еще не все. Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории. И всего ничего, правда? А взамен верховное командование нас щедро потом отблагодарит. Ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Не знаю, что за полковник, и кто ему сказал, что у нас тут лохи пальцем деланные живут. Но такие шуточки ему даром не пройдут. Пока что вот как будет. Кто живого гастролера мне притащит, озолочу. Интересно мне на гостя из самой Москвы взглянуть. Всем отбой, барон сказал. Ну и все, всем пока.